Здарова, народ! Уже полторы недели прошло с того момента, как мы с Second Season вернулись из тура. И я бы хотел выразить благодарность всем, кто был на концертах. Спасибо вам, ребят, большое. Было турбо-мега-круто. Короче, ждите нас еще. Что делать, если училка на уроке отняла телефон? А вот что. Он сопротивлялся, а я его туда заставила сесть. Идеально. Гопникам бы стоило поучиться у этого парня. Тихо, быстро, безболезненно. Бля, звучит как слоган какой-нибудь стоматологической клиники, которая является всего лишь прикрытием компании наемных убийц. И этот чувак как раз один из них. Он сейчас быстренько микробомбу к телефону прихуячит и пизда училки. Если бы я решил ограбить какую-нибудь турбо-выставку, на которой были бы редкие бриллианты, я бы по-любому взял на дело этого чувака. А, я понял! Это никакой не школьник телефону в училке обратно забирает. Это та самая рука из семейки Адамс. А вообще, это телефон училки. Просто чувак решил ее дико подставить. Украл мобилу, потом пришел домой и сбил себя, порвал на себе одежду, пристегнулся наручниками к батарее и сфоткался. А на следующий день положил телефон обратно в сумочку училки и вызвал полицейских. Ее посадили за жестокое обращение растления малолетних. Да, что-то как-то я жестко загнул. Хотя, почему жестко? Картман бы так и сделал на месте того школьника. Короче, все, давай дальше. Вот у вас бывало такое? Заходите в автобус, троллейбус или трамвай, а там никого. Следующий чувак запечатлел этот сладкий момент на видео. Заебись, блядь, я трамвайный царь, нахуй. Пиздец, блядь. Еще один в трамвае сижу. Как царь. Заебись, я трамвайный царь. Вот это кайф. Не кайф, а услада. Бля, реал, никогда не любил слово кайф. Но услада, по-моему, не лучше. Но чувак всю ситуацию очень четко описал. Прям лучше не придумаешь. Заебись, блядь, я трамвайный царь, нахуй. Пиздец, блядь. Еще один в трамвае сижу. Как царь. Заебись, я трамвайный царь. Кто-то годами копит на тачку и сливает огромные деньги, чтобы стать царем машины. А те, кто поумнее, берут полтосик, прыгают ночью в трамвай и устраивают там свое царство-государство. Меня очень радует момент, как он ножки скрещивает. Еще один в трамвае сижу. Как царь. Ну прям по-царски. А первый, кто зайдет в этот трамвай к царю, холопом будет. Вот такое правило теперь действует во всех общественных транспортных средствах. Так что вам мой совет. Если хотите себя реально царем почувствовать, вставайте рано утром и садитесь самым первым в конец трамвая. И ждите, как к вам холопы на поклон приходить будут. Правда, меня смущает его вторая фраза. Пиздец, блядь. Вот вроде вначале так радостно сказал. А потом пиздец, блядь. Это типа у него два чувства борются? Радость от того, что ему посчастливилось прокатиться в трамвае одному. И осознание полного одиночества. Или может у него раздвоение личности. Прикиньте, чувак переоделся в царя, сел в трамвай и начал себя правителем называть. А потом к нему вернулось обычное сознание, и ему стало стыдно за то, что сотворило его второе я. Заебись, блядь, я трамвайный царь, нахуй. Пиздец, блядь. А вообще круто, что чувак вот так взял и снял видео. Так что если у вас в жизни какие-то приятные мелочи случаются, снимайте их. Делитесь со всеми счастьем. Недавно наш русский чувак по имени Денис Ефремов выиграл конкурс Акса Пола и совершит суборбитальный полет. В общем, я решил подержать его и вот принарядился слегка. Короче, у меня есть видео, благодаря которому вы никогда не умрете от голода. Все, что вам понадобится, это обычная клавиатура. Смотрите. Хочешь жрать? Тебе поможет клавиатура. Приятного аппетита. Ребят, я понимаю, что вы сейчас в шоке от увиденного. Я тоже был поражен, когда это видео увидел. Но знаете, этому есть разумное объяснение. Все мы любим похавать. И гораздо приятнее это делать во время просмотра любимого сериала. Поэтому большинство людей тупо берут еду с собой и устраивают трапезу прямо перед компом. Из-за этого в клавиатуру вечно попадают крошки и мелкие частицы еды. А вот этот чувак из видео просто в течение пяти лет не вытряхивал свою клавиатуру. И в один прекрасный день он все-таки решил это сделать. Блин, да если я сейчас со своей клавой так сделаю, оттуда помимо трех бутеров с колбасой выпадет две тарелки борща, пару стаканов чая и конфетка. Короче, я попрошу Дениса взять с собой на суборбиту клавиатуру. Ну так, чисто в научных целях, чтобы проверить, работает ли этот способ в тех условиях. И если все прокатит, он привезет мне суборбитальных бутеров с колбасой. Хочешь жрать? Тебе поможет клавиатура. Таких, я думаю, еще никто не пробовал. А вообще мне пора идти. Пацаны, помогите. Ребят, если вы по какой-то очень странной причине хотите увидеть оригинал статуи писающего мальчика, не стоит торопиться в Бельгию. У нас есть своя ничем не уступающая версия. Я бы сказал, она даже лучше. Блядь, что это за пиздец? Что там случилось? Перевернутое мусорное ведро. Чувак, который сыт, лежа. Не хватает еще карлика, который занимается сексом с большим камнем, покрытым мхом. Я думаю, если бы древние художники сюрреализма жили бы в наше время, то они снимали бы вот такие вот видео. И я вам больше скажу, автор этого шедевра непризнанный гений. Как и все художники, он будет востребован лишь после смерти. И та мобила, на которой был снят этот чудо-материал, будет ходить по коллекциям известных ценителей искусства. Кстати, видео идет целых 20 секунд, а чувак отливает постоянно мощной струей и не собирается останавливаться. Посмотрите, даже в конце видео он обороты не сбавлял. Британские ученые бьются над созданием вечного двигателя. А наши алкаши уже давно знают, в чем весь секрет. Только они его на следующее утро постоянно забывают. А возможно, это городское нововведение. Вместо бесполезных разбрызгивателей воды, теперь на лужайках будут лежать вот эти ребята и поливать травку и цветочки. В общем, чем бы алкаш не тешился, лишь бы на лицо себе не нассал. Каждый четверг на сайте Карамба выходит эксклюзивные эпизоды плюс 100500. Заходите, смотрите, лайкайте, хуяйкайте и прочую хуйню делайте. Тусите на Карамбе, блядь. Потому что там тусят нормальные пацаны, они просто такие еее. Ага. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и вам не носут на лицо. А если... Ну вы знаете, что будет, короче, если вы этого не сделаете. Писающий мальчик. Это был плюс 100500, меня зовут Максим. Пока. Наша компания гномов и маленький хоббит Продолжают свой путь и для себя откроют То, чего еще не видели никогда Все ближе они к месту, одинокая гора И когда доберутся гномы до горы Придется положиться всем на хоббита им Но он до сих пор скрывает, что у него Кольцо Всевластия в кармане Против всего Блядь Как мне теперь телефон достать? Антон, покажи мою ширинку, пожалуйста Вот сними мою ширинку Как вот я должен доставать сейчас телефон? Вот эта штука такая есть А телефон в кармане Блядь Сука Надеюсь, это не какой-нибудь сраный банк Типа, блядь Вам одобрили кредит, там вся хуйня Сука Кстати, я почти готов Сейчас, сейчас Блядь Так, палечек есть Короче, блин, ребят Дайте я просто разденусь Не могу мне звонить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok